Я уже говорил для телевидения, что игра для нас закончилась в пятой минуте, когда мы проиграли 2-0. Пытались бы что-то изменить, пытались бы комбинационный футбол играть, но у нас ничего не получилось в связи с тем, что все-таки нам локомотив не позволял это делать. Насколько вы проиграли тем, что пропустили четыре гола команды, которые выше не сбивает больше одного возраста? Если вы посмотрите на повторы этих голов, то увидите сами, что мы им помогали при разборе и подготовке к игре с локомотивом. Рассматривали эти моменты и предупреждали, что левые защиты очень далеко бросают ауты, свою непоследовательность вороним и сыграют так, как сыграют. Рады, что на перерыв ушли с хорошим настроением, что добавилась победа, добавились очки. Хорошо сыграли, сыграла роль большую, быстрые забитые голы. Забиты они были, так, достаточно красиво в комбинационном плане. Ну а дальше все-таки было полегче. Хорошо контролировали мяч, в принципе, игру контролировали. Тем более, что сейчас Анжи вообще в хорошем состоянии находится. И они одержали ряд таких серьезных побед, как над «Зенитом». Да, пожалуйста. Дмитрий Павлович, вам сегодня помогло, чтобы хорошо знали, в принципе, как у Анжи было разное прошлое? Ну, если мы возьмем весь состав, ну, думаю, проценту 70 Анжи изменилось по сравнению с тем, что... Какие игроки были со мной, ну, отдельных игроков, конечно, те, что были при мне, я их хорошо знаю. Помогло это или не помогло? Ну, наверное, помогло. Думаю, в большей степени помогло серьезное отношение игроков к матчу. И Анжи выше нас в турнирной таблице. Поэтому раздражитель был хороший. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!